Вы стреляете, я нахожу клиентов Ходорев, Штукинберг, Мардвинов, Князь Рейн, Басаргин Мы считаем, что все они были убиты по тайному сговору Итак, мы посмотрели сейчас здесь в кинотеатре Формула Киногалерея Прекрасный фильм Алексея Мизгирева и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова Картину, которая называется «Дуэлянт» На мой взгляд, уже очень давно в России ничего подобного не снималось Если сказать давно, вообще никогда не снималось Это уникальный фантазийный собирательный образ Петербурга Это мощные актерские работы Целое созвездие как уже давно состоявшихся, так и опытных, так и молодых актеров и актрис Это потрясающие визуальные эффекты Очень интересная работа художника-постановщика И необычный сценарий Отдельно хотелось бы отметить, конечно, работу звукорежиссера Винсента Арнарди На мой взгляд, это лучший за несколько лет звук в русском кино А если говорить о сценарии, то мне кажется, что это такое кино Нечто вроде микса фильма «Брат» с графом Монте-Кристо Александра Дюма То есть это мощная такая история о месте, которую человек в себе много-много лет копил И это вот такой боевик про людей, которые стреляют где-то в сумрачном Петербурге Друг в друга Я не представляю, как отреагирует публика на такое кино Но мне кажется, что мы такого кино много лет ждали Наконец-то оно явлено нам на больших экранах Как дожить пока я верну свою честь? Вы не боитесь смерти? Зря Не молись за меня Мне не помогает Его императорского величества общества офицеров Смеет утверждать, что вы не тот, за кого себя выдаёте Ты продаёшь кровь Я покупаю Мы с Алексеем беседовали неоднократно на темы совместного проекта И у меня вызвало уважение и интерес такая режиссёрская рука Его умение работать с актёрами и такой очевидный потенциал И мы с ним постоянно как бы сталкивались, вели разговор о том, что бы, может быть, сделать вместе Он мне приносил несколько идей Ни одна из них меня так активно не заинтересовала Пока он не принёс страницу с идеей дуэлянта Это была действительно страница, да ещё и не полностью заполненная текстом Но она меня убедила Потому что она как бы попала, если хотите, на вздобренную почву Она была готова к тому, чтобы появился замысел и автор Вот я, конечно, внутренне был настроен на полноценную содержательную историю с объёмными характерами И, конечно же, идея содержала в себе этот потенциал И визуальный мир, предложенный Санкт-Петербург в середине XIX века И герой, отчаявшийся, растерявший веру в жизнь И живущий только идеей, так сказать, спасти имя и честь Это мне безумно понравилось С другой стороны, я понимал и понимаю Что просто, ну как бы даже очень талантливое, содержательное авторское высказывание Сегодня обречено на неудачу, если оно не обрамлено И каким-то образом не снабжено тем количеством атрибутов и компонентов Которые делают фильм привлекательным для массовой аудитории в широких залах А именно, жанр, визуальная сила, такая мощь Такая как бы невероятная зрелищность, энергия, изображение И мне в этом смысле показалась идея, так сказать, дуэлянтов, так сказать, абсолютно убедительной Я увидел в этом возможность создания большого фильма Способного быть сделанным при всем, при помощи современного инструментария И Аймакса в том числе Якова, дьявол Ты убийца, пес Аймакс это большой экран Это большой экран, который позволяет подробнее рассмотреть то, что на экранах поменьше не видно Совсем ничего не видно на экране монитора компьютера, поэтому все фильмы выглядят усредненно Как только зрители поймут, что на экране, даже на киноэкране и без Аймакса фильм выглядит иначе Люди сразу начнут получать несколько иное удовольствие Потому что мы создали и создавали, и воссоздавали довольно большое пространство для того, чтобы было ощущение живого города Живого города, жанрового города, в котором есть мощь, величие и масштаб мегаполиса того времени Поэтому Аймакс помогает это все рассмотреть, помогает это все увидеть Для нас это было очень важно И теперь зритель может получить это удовольствие, глядя на этот мир Там есть не только масштаб улиц Для меня это, прежде всего, было масштабом эмоций Масштабом человеческих чувств и переживаний Вот это вещь куда более даже сложная, чем реализация художественного замысла Кто выдаёт заказы? Меня убьют, если я откроюсь Петербург переполнен бритёрами, а ты притащил моего врага Ладно, стоит ли Также мне бы хотелось выделить потрясающую работу художника по костюмам При том, что персонажи более-менее одеты в стиле некой той эпохи Хотя понятно, что это стилизация У меня нет ощущения, что это документальное воспроизведение эпохи Понятно, что все прически, все костюмы, вот этот грим Они лишь отсылают нас к тому времени Это где-то 1810-20-е годы Совершенно беспрецедентная работа художника по костюмам Потому что это скорее такой фильм-комикс получился Помещённый в ту эпоху начала 19 века И именно вот эта вымышленность этого мира Она, собственно, мне кажется, является главной составляющей будущего успеха этой картины в нашем прокате Я искренне желаю этому фильму собрать максимальную сумму Потому что именно вот это и есть то, каким должно быть современное отечественное кино Умное, брутальное, для взрослых зрелищное, красивое Все составляющие успеха Яковлев, деньги мои Брал? Спасите моего брата, Краф Поединка не должно быть Ради любви к вам я убью любого Вы жили среди диких палеутов Палеуты не знают жалости Вы многому научились у дикарей? Научите теперь и меня Яковлев Дьявол Пули его Не берёт Запомни Я буду жить, пока не вернусь в свою часть